Валерия Евсеева на конкурсе патриотического рисунка заняла второе место. К заданию подошла ответственная. Перед тем, как приступить к работе, подробно изучила всю информацию о герое своей картины. Я начала искать информацию в интернете. Выбрала подвиг на Чудском озере в 1242 году, где русские воины под Кальмандовым князя разогромили немецких рыцарей. Всего на конкурс «Александр Невский. Гордой земли русской» от Расторгуевской библиотеки было отправлено четыре работы. Три из них заняли призовые места. Я с детства увлекалась рисованием. Я очень хотела на рисование. Мама увидела, что тут есть рисование, записала меня. Преподаватель творческой студии Татьяна Пономарева рассказывает, что ее воспитанники всегда с радостью принимают участие в различных творческих состязаниях. Участие в таких конкурсах у нас становится уже регулярным, потому что в этом году мы тоже в всероссийском конкурсе заняли призовое место. И очень нас радуют такие небольшие достижения в нашей живописной карьере. На занятиях ребята знакомятся с разными видами и техниками изобразительного искусства. Очередной урок был посвящен новогодней тематике. Ну, Новый год – это елка, праздник. Можно сделать к Новому году открытку какую-нибудь, не знаю, игрушку, чтобы потом поесть на елку. Юные художники при помощи ваты, клея, воды и красок мастерили белого медведя. Самое легкое – это распушиться медведя. Ну, вот так. А самое трудное – сделать ему ноги. Также ребята постарались изобразить еще одного героя – тигра. Ведь, согласно китайскому гороскопу, следующий год пройдет под покровительством именно этого животного. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok